МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гимназии номер 51 города Гомеля опошний звонок для выпускников по традиции ладится на открытый пляцовцы. Тем более, что теплые солнечные надвор сприяют проведению свята. Церемония уручения в многород за выдатную учебу и перемоги в разных престижных конкурсах. Выхованцы 51-й гимназии с года в год подтверждают на их свои высокие веды и демонстрируют спортивное и творшее мастерство. Счирые ословы пожадания выпускникам, а затем бодай самая крональная частка мероприемства – школьный вальс. Опошний звонок – своя сабливая рыса, которая символизует, что радостный и текавый период навучения застался уминулым. Напереде были гимназистов, чекая дорослое життя. Я хотел бы пожелать всем выпускникам 2016 года прежде всего крепкого здоровья, благополучия, успеха, удачи, преодоления всех испытаний в жизни. И хотелось бы, чтобы и экзамены выпускные, и централизованное тестирование показали самые высокие результаты качества знаний наших школьников. Свои первые кроки на шляху дорослое життя все не зарабили и 24 выпускники 11 класса середней школы номер 53. У этой установки адекватности приоритетным направлением деятельности изъявляется эстетичное выхование молоди, поглубленное выучение музыки и мастерства. До того же, на рахунку в Ушнеу 53-й школы все лета больше, как 30 узнагород в предметных, спортивных и творческих конкурсах. Пришим первоважная колькость республиканского и международного узроуни. Я всегда своим выпускникам и своим учащимся говорю, что какие бы вы отметки не получали в школе, самую главную отметку вам поставит жизнь. И я хочу, чтобы наши выпускники были достойными и всегда с гордостью говорили о том, что они учились в средней школе 53. Выпускники середней школы номер 72 города Гомель, як и больше стих одногодков, опошний звонок сустрели со смешанными почутцами. С одного боку есть жадание худше ступить у дорослое життя, а вось разумение, что придется развитаться с вельми близким и родным, промушаю сумовать. Опошний звонок – это пригоджение завершения счастливого и бесклопотного житевого этапа под названием «Дятинство». Выпускники, выполненные, як бы не склаусе их и лесу далейшим, школьные годы и не зауседы будут вспоминать, як самые счастливые. У меня о школе останутся только теплые воспоминания, потому что я всегда участвовала в мероприятиях, и мне запомнится очень много моментов. Все это было весело, все это было классно. Спасибо всем педагогам. Выпускники Гомельского городского кадетского училища свой опошний звонок сустрели у лепших армейских традициях. Адладженный строевый крок, выправка, здаяць, они уже зараз готовы приступить до своих будущих обовязков. Юные, пригожие, счастливые выпускники, матанакерованные и творчие особи, якие загадя вызначили планы на будущую. Наставники ими вельми ганарации спадзяются, что были кадеты станут успеховыми у своей справе специалистами, а допоможим у гэтым капитал ведау отриманы по часу научения в установе. Я горд, что есть такое учебное заведение, которое обеспечило, вложило фундамент будущих наших правоохранителей. Очень трогательно. Я высказал сегодня слова благодарности и нашим выпускникам, и преподавательскому составу, и нашим родителям, которые определили дальнейшую жизнь, судьбу, трудовую деятельность правоохранительной системы. Усяго сёлята спадутульного крыла установа дукации Гомельшины выйдут больше, как 8 тысяч выпускников. А 12 преступок я не миновали напереде у их множество новых дорог. Будавать свою дорослую будущенью кожному придется самостоянно и по-своему. Батьки и наставники выполнены с годным багажом ведау заплячима, переодольвать житёвые выпробования выпускникам будет значительно простей. Пожадаем, как в сторонке дорослых житях этих девчат и хлопцев были наполнены выключено яркими падеями и перемогами. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Михаил Рабко, Валерий Гапанько телерадуя компания «Гомель». Та инших тем. На Усебелорусским народным сходе и Кипродзе 22 и 23 червеня у Минску Гомельскую область представить 350 человек. Як чекается основная увага на гэтым форуме, будзе уделена экономичная модель развития нашей державы на наступные 5 годов, а леубаку не застанутся и иншая сфера життя. Наши корреспонденты сустрелись с делегатами сходу. Переоценить роль у приватной компании «Ранок» для Светлогорского района складана. Телевизийные передачи гэтого предприемства сегодня могут принимать усе же горы города и некоторых вёсок. Потенциальная аудитория каля 90 тысяч человек. Среди головных задач оперативное и докладное информование населенства об усих падеях, зъявах и тенденциях, які оказывают вплыв на громадское житё региона. По сути, Светлогорский «Ранок» приклад поспехового державно-приватного партнёрства. Но в Себелорусском народном сходе керавниство предприемства готовое поделиться секретами такого супрациониста. На мой взгляд, Себелорусское народное собрание одним из посылов для, может быть, субъектов хозяйствования, для органов власти должно быть то, что только взаимодействие в тесном сотрудничестве, понимании, мы можем вскрывать проблемы, которые возникают время от времени, мы можем решать эти проблемы вместе и мы можем двигаться вперёд. У Гомельской области культура николи не знаходзелася пазаувагой мясцовых органов улады. Але гэта не выключая наявності у гэтой сферы проблем, які необходна выращать. Областный музей военной славы установа адносна молодая, але уже вядомая у шмат яких краинах. Гэтым фактом тут гэнерация, але не супакойваюцца. По великим рахунку, популярызация беларуских музеев у свете, покидая жадать лепшага. У нас профессиональные кадры сегодня работают и в областных центрах, и в районных центрах, и в республике, безусловно. Но мы очень многое делаем профессионально, качественно, на высоком уровне, но не умеем это продвигать. У нас крайне слабо развитые маркетинговые технологии. Это то, что зависит от непосредственно самих сотрудников, где они могут работать. От супрасовников музея сегодня саправды залежит шмат, але не всё. Размова перзовсё об захованности фондов. Некоторые рэши трапляют сюды у таким стане, что потребуют обовязковых рестаурацейных работ. Нечто робится своими силами, але гэтага явно недостатково. А тому работники Гомельского областного музея военной славы, но все беларуским народным сходзе, лишить мы это сгодным узнять пытание об створении одиного высокопрофессийного рестаурацейного центра. У рэште размова едзи об захованности культурной спадшины. Пускай даже это будет город Минск. Это серьёзная рестаурационная у нас лаборатория, где мы могли бы получить и первоклассную компетентную какие-то рекомендации, либо там могли бы произвести действительно рестаурационные серьёзные работы. И еще одно питание, якое гомельшане были бы не супраць обмерковать со своими коллегами. Для установки культуры протягнение пазубюджетных сродков это махчимость набыця необходного обсталявания. Непасредо для музея использующие каштонных экспонатов плюс материальное стимулирование супрацовников. Разом с тем, жадание зараблять максимально больше может привести до негативных зъяв у голене. Необходно знасти ту и ножу, якая дозволить установам захавать свой профиль. Оно должно выполнять социальную функцию, безусловно, просветительскую функцию с элементами какого-то познавательного. Может быть, в рамках работы, конечно, игровые моменты используются, но не переходить в уровень развлекательного центра и в разряд развлечений. У наступных выпусках мы протягнем знаймыть вас с думками и пропановами делегата 5-го Усебелорусского Народного Схода. Наши корреспонденты працуют в регионах. Алексей Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Трагичная вестка на минулых выходных усколыхнула всю громадскость Гомельщины. Заучасно пошел життя талиновитый журналист, галонный редактор газеты «Вечерний Гомель». Засновальник и керавник Выдовецкого дома «Вечерний Гомель Медия» Алексей Коноваленко. Сегодня в Гомельском областном объединении прав союзов отбылась церемония развития с ярким керавником и ведомой медийной особой. Коллеги сябры, родные и близкие ушиновали память человека, который унес значный уклад в развитие белорусской журналисты и становление выдовецкой деятельности. Особистым прикладом удалось получал бизнес и громадские интересы. Еще студентам в начале 90-х пришел в газету «Вечерний Гомель», а потом узначалю одну из самых аутаритетных выданий в области. Позднее он стал основальником Выдовецкого дома «Вечерний Гомель Медия», который создал уникальные полиграфические выдания про город над Сожем и его людей. Алексей Владимирович Коноваленко самодана и широ ставился до своей справы. Заусюды был у творчем пошуку, не ушмат планов и нерализованных идей. Его жизнь оборвалась на самом узлете. Алексею Коноваленко было усяго 45 годов. Протягиваем выпуск. Пытания занятости молоди обмерковываются на республиканским семинаре, ки сёня распачаўся у Гомелі. Организатором масштабного форуму выступил Беларуский Республиканский Союз Молоді. Удельниками стали коля 130 командиров и комиссаров будовничных, педагогичных, медицинских, сервисных и інших студентских отрадов. Какие новые формы працы пропануть молодым людям, доведався Дмитрий Котау. Лето уже совсем худко змениць на календары вясну, а значыць надейшоў час старту деяності студентских отрадов. Звычайная большая их частка выезжая на месцы працы у Ліпіні, пасля заканчэня экзаменацийной сесії. Однако уже у Червіні пытання занятості молоді набывая актуальність. Дареши зараз по всей Україні заключена амаль 800 погодненів с предприємствами і організаціями о працавоткованні на 14 тисяч місців. Увагу лісіоліта плануються задянішись у разнастайніх студентських отрадах більш за 70 тисяч шаловек. Яны будуть працаваць і на територі Беларусі, і за межой. У нас два отряда выехали. Орлёнок, педагогіческий отряд, туда же выезжают ребята в сервісный отряд работать. Буквально сегодня у нас из Гродно планирується выезд студентського отряда в жемчужину России Краснодарського края. В общем-то будуть работать ребята в Подмосковье, как я уже сказала, в Краснодарськом краї педагогіческі і сервісні. Но планирується у нас в этом году нове направлення, це Санкт-Петербург. Беларусський Республіканський Союз молоді імкнеться заховувати лєпші традиції минулого і при гэтым кожний год пропонувать нечто нове. Решетського района. У першиню студенты почнуть працювать і у складі отрадов-веротовальників. Яны будуть допомагать пожарным і ліснішим супрідстоять лісным пожарам. Усе потребності нових накерунков дійності студентських отрадов будуть обмірковувати у дзельніки республіканського семінара у Гомелі. Для того, щоб бити много со временем і работать в рамках правильной законодательной базы, нам необходимы такие семінары. Но, кроме того, це обмін опитом, тому що ніхто не відменяв общення сьогодні в регіонах і кожна регіон це щось нове, кожна регіон це якісь свої питання. І сьогодні, к примеру, якщо ми починали в одній із областей медицинські отряди, то вот, благодаря в тому числі такому общенню сьогодні в каждій області у нас є медицинські отряди, вони работають замечательно. Це дзвіттєнне вже віддельне направлення роботи. У програмі семінара тренінг із мети повищення в'єдов керівників студентських отрядів. Сьогодні іншого необхідно ознайоміть активістів молодежного руху з усімі зміненнямі у законодавстві, які регулюють працівну дійність. Дмитрий Котов, Валері Гапанько, телерадиокампанія, Гоміль. І далі а в спорці. Открытий республіканський турнір по спортивной акробатиці і скачках на акробатичній дорожці пам'ятці заслуженого тренера Біларусі, одного з основальніка Гінзбург без перабольшвання першопроходзіць у акробатиці у Гомільській в області. Яшча у далекім 1939-м годі він працтавлял наш регіон на чемпіонаті Савецкаго Саюза. І пасля вихаваў цэлую плеяду выдатных спортсменів і тренераў. У пам'яті об гэтым чалавеку у стенах Гомільськай здюшар номер 4 і праводзіцца гэты турнір. І кісюлі тадарыча адбывся ўжо ў 26-й раз. Меньшні саступаюць іншым дыстыплінам у ведовершнасті і популярнасті. У гэтый раз своё майстерство на акробатычныя дарушці демонстравалі 55 хлопчыка і дзявчынак. Географія удзільнікаў аказалася не занадто широкай. Гости праехалі толькі із Магілёва. У дзільнішалі спортсмены 98-го года нараджэння і маладзейші. Для многіх зробят гэты старты свого роду справоздача проведеный за год работі. Эці соревнування повісили свій уровень мастерства, повісили разряды, повісили сложність прыжков. То есть я доволен, например, тем, що сьогодні показали. Практично всі. Звісно, підросли. Діти з кожним годом прибавляють мастерство. Те діти, які в прошлом году ще выступали по юношеским разрядам, вже в цьому году выступають по взрослым разрядам і вже показують результат. У них вже і хореографія підтягивається, і вже просматриваються із них спортсмены. Коли вони маленькі, вони ще совсем такі. Непонятно ще що. Ну, як говориться, слепити з теста, ми лепимо цих діток постепенно. Куди більш працівнічими, як по колькості у дільників, так і по географії, були сі літа з поборництві по спорту на і парно-груповій акробатці. Тут на диване выступили більш за 180 спортсменів Узмінська, Могилєва, Барановича, Бреста і Вядома Гомеля. Удільники традиційно поделіли на дві взрослі групи. Для молодших хлопців подобні турніри важна і одна з перших серйозних проб сил. Це один із етапів підготовки вже к більш серйозним соревнованням, таким, як Республіка Беларусь, Чемпіонат первенства, Спартакіада, серед дітських спортивних школ. На більш крупні соревновання ми стараємося ввозити дітей в ближній зарубежі, щоб вони пробували свої сили там, тому що там більшіший уровень спортсменів представляється. Теперу більшість із гэтых робіт летні каникулы. Махчума тільки більш можливі спортсміни, на турнірних споборництвах у європейських країнах. А в осінню чекають этап Кубка світу і Чемпіонат Європи. Сергій Ніревич, Дмитрий Радянко, телерадиокампанія Гомель. На гэтым выпуск завершений. У студії працювала Наталья Ігнатєнка. До нових зустріч у ефірі. Дома. Дякую. Судни. Продолжение следует...